Наша следующая героиня стала известна благодаря своей схожести с куклой, одесская Барби. Дай мне спать, она достигает ее диспропортированного тела через 30 минут в кардио в день. Я считаю, что она вообще идеальная лапса. Доступна такая девушка, вы можете купить, надуть ее, и она будет один в один. Я уже разберусь там. Это ведь у вас маски. А вот, объясните мне, пожалуйста, где же ваше естество? Где вы, где вы, где вы? Приветствую жителей планеты Земля. Я, Аматуя. Тапельцин. Покальватан. Веракоча. Тара. Навихия. Цель моей жизни — прийти сюда для того, чтобы помочь людям осознать, что нужно переходить со стадии «человек-потребитель» в стадию «человек-полубог». Я есть все. Все есть любовь. Любовь есть Бог. Я — это вы, а вы — это я. Я очень долго думала, что я с планеты Венера. До Венеры я ничего не помнила, поскольку очень тяжело восстанавливать воспоминания о внеземных планетах. Где-то мне было около 12-13 лет. Я видела тонкие миры, я видела разных сущностей из других измерений. Но когда я поняла, что никто этого, кроме меня, не видит, я стала этого пугаться. Мама даже чертила вокруг моей кровати мелом для того, чтобы я не боялась. Говорила мне, вот видишь эту черту, за нее они к тебе не подойдут, не бойся. Они начинали ко мне приходить, а вокруг меня начинала закручиваться очень быстро спираль. Мне всегда очень хотелось ее остановить, но я не могла. И я наконец-то вышла из этого состояния, когда я взяла, остановила спираль и раскрутила ее усилием воли в другую сторону. С этого момента я стала хозяином ситуации. Меня зовут Валерия, но мое духовное имя — Аматуя. Я лектор по внетелесным путешествиям, веду семинары на духовные темы. На самом деле пиар заключается лишь только в какой-то стороне более физической. Конечно, к сожалению, духовные идеи никогда не дадут пиара. Вот если будет монашка рассказывать о духовности, заметит ли ее кто-нибудь? Да нет, никто не заметит. А если красивая девушка, идеал для подражания начнет говорить о духовности, то многие люди задумаются. Поэтому свою внешность я использую в качестве пиара для своих духовных идей. И это прекрасно работает. Поэтому, я думаю, я всегда буду этим пользоваться. Приветствую вас, дорогие. Приветствую вас. Приветствую. Продолжает цикл видео обо мне для вашего размышления. Очень интересный вопрос для девушек. Как должна вести себя настоящая девушка с мужчиной? На этот раз тема астрала, но немного в другом контексте. Я себя люблю. Все мы стремимся к идеалу. Но когда человек считает, что идеал уже все, достижим, он добился того, чего он хотел, начинается путь деградации. У меня еще огромное невспаханное поле работы. Вы думаете, я совершенство? Вы ошибаетесь. С какой-то совершенства нет предела. Мне всегда очень нравилось экспериментировать над своей внешностью. Я очень любила разные макияжи. Поэтому, конечно же, это стало моим любимым занятием на долгие годы. А я придумала новый вид макияжа. Первый раз нарисовала такие глаза. Милая, вы меня узнаете? Нормально получается? Блин, ты очень просто много улыбаешься. И когда ты улыбаешься, появляется сладко, как второе подбородство. Постарайся не улыбаться. Представь, что ты на травме. Угу. Образы менялись. Как бы суть у нее все равно была одна и та же. А одно время мне тоже хотелось быть похожей на Леру. Может, я подражала где-то на подсознательном уровне. Но я думаю, что я это переросла. И как бы сейчас только беру с нее пример. Меняйся. Или тебя поменяют. Я никогда не думала, что мою сестру будет назвать Барби. Хотя она всегда была с кукольной внешностью. Но все-таки кукла больше ассоциируется с каким-то таким не очень умным существом. И так как моя сестра очень умная и интересная, поэтому с Барби она у меня как-то не ассоциировалась никогда. Кукла, говорите? Да. Без папу, без папы. Мне нравится это сравнение. Прекрасно быть похожей на куклу. Несмотря на то, что люди прозвали меня Барби, тем не менее я никогда не пыталась стать похожей на куклу, поскольку в принципе я люблю все красивое, женственное, утонченное. И так получилось, что кукол сделали тоже по образу и подобию утонченных девушек. Те девушки, которые подражают моему образу. Я думаю, что здесь нет ничего плохого, поскольку на самом деле многие люди берут из какого-либо образа что-то свое, что-то на себя примеряют. Я думаю, что люди, которые стремятся быть похожими на кукол, на самом деле стремятся не к этому, они стремятся стать популярнее. Они думают, что популярность поможет как-то им в жизни для достижения каких-либо целей, которые они преследуют. Вот самое страшное, что вы, отлично понимая, что вы лицемерите и лжете, как только вам пытаются говорить правду, тут же начинаете оскорблять людей, говоря о том, что они вас убежат. К сожалению, я заметила, что медиа воспринимают только негатив. В интернете очень много слухов о том, что вот я из обычной девушки стала вот такой. На самом деле это неправда. Их было очень много. Они заводили против меня дневники, целые сообщества, выставляли туда неудачные кадры моих фотографий. Ну, в общем, мы всячески пытались каким-то образом ухудшить мое настроение или что-то еще. Твоя талия тоньше, чем у многих пятилетних детей. И иногда ты говоришь так, будто у тебя задержка развития. Берем уебищную бабу, удаляем ребра. Но пока ты все равно уебищ, делаем грудь. Этого тоже мало. Делаем неебический маленький нос. Если после всего этого ты все равно уебищ, скачиваешь и хорошенько осваиваешь фотошоп. Виртуальная хирургия точно сделает тебя богиней. Возможно, в какой-то момент я тогда являлась энергетическим вампиром, потому что я абсолютно сознательно выводила их на негатив и получала радость от того, что они злились. И благодаря, точнее, для них же, наоборот, сочиняла разные записи, которые могут их вывести из себя. Как видите, все ребра на месте. Никаких шрамов нет. Как не смотри. А талия, тем не менее, осина. Милая девушка, которая так интересна узнать, какого размера моя грудь. Знаете, есть скрадывающие вещи. Но большую грудь ничем не скроешь, как видите. Это не фотошоп. Нет, ну повезло же нам с фигурами, да, Ольчик? Ты посмотри, вообще, две богини. Люди, которые негативно ко мне относятся, думают, что я тоже плохо к ним отношусь. Но это не так. На самом деле я их очень люблю, переживаю за них и очень хочу, чтобы они были счастливы. Я убеждена, что когда они будут счастливы, они забудут обо мне и будут увлечены своей прекрасной жизнью. Так что желаю вам всего самого лучшего. Будьте счастливы. Там, откуда я пришел, существует только любовь и радость. Существа в нашем измерении не имеют пола. У нас нет такого понятия, как муж, жена, дети. Мы можем заглядывать в любую сущность и видеть самого себя. Ну, мне этот голос не очень нравится. Давайте тогда попробуем сделать обычным голосом. Я задавалась этим вопросом. Вопросом, все ли у меня в порядке с головой. Я слышу голоса, я постоянно слышу голоса, вижу сущности. В один прекрасный момент я решилась пойти к психиатру. Я к нему пришла, рассказала все. Он меня внимательно выслушал и сказал, хорошо, что вы попали ко мне. Потому что, если бы это был другой человек, вас можно было бы сразу забирать в специальное место. Но, поскольку я много лет изучаю эзотерику, я вижу просто, что вы медиум. Вы человек со способностями. К счастью, у меня друзей, ну, немного, но они очень, на самом деле, близкие мне. Поэтому они меня воспринимали в любом виде. Это не ритуально будет. Ну, мы можем попробовать сейчас. Давайте посмотрим. Нет, 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 уже все. Давайте уже так, потому что времени нет. Поэтому пусть уже будет так. Просто понимали, что это свежий на ней ритуал. Давайте расскажем в этот раз у них. Потому что я про прошлого матра скажу. Сейчас мы будем петь древнюю иллюморийскую мантру. Общение с клетками ДНК. Мы будем самостраиваться с энергиями абсолютной любви, гармонии и света. Ну, иногда рассказывала подругам, но больше о своем увлечении мистикой, о разных ритуалах, которые я на то время проводила. Мы вместе это делали. Я воспринимаю Аматурия как мою духовную сестру и близкую сущность. И мы обе из плеяд. И помню много планет, на которых она воплощалась, и я тоже на этих планетах воплощалась. Это как будто родственный дух. Я очень сильно любила находиться в осознанном сновидении. То есть человек засыпает и попадает в другую реальность. Он абсолютно четко знает, что это сон и понимает, что он может делать все. В этот момент я вышла из тела. Я вышла в астрал спонтанно. И когда я вернулась, я поняла, что это тот путь. И с этого момента я стала заниматься этим уже профессионально. После каждой техники, которую вы делаете, во время техники, закатываете глаза в точку третьего глаза. Но не сильно, не с усилием, а так. Просто как бы нормально закатываете, не с сильным усилием. И это усиливает любую технику, которую вы делаете. Эта девушка имеет очень большой практический опыт. И не тот, который обычно в затерике представляет, воображает, куда-то летает. Настоящий опыт, о котором мы с вами здесь говорим. Ну, пока я буду рассказывать, что нужно делать, я думаю, можно просто записывать, кому интересно. А потом, когда я буду описывать кадры в дыше, я думаю, конечно, не лучше лечь. Мы всегда приходим, воплощаемся на эту планету для того, чтобы изменить свое прошлое. Когда в одной из воплощений, после того, как погибла Атлантида, я прибыла со своими соратниками в Мексику, меня настолько тепло встретили доброжелательные люди, индейцы майя. Это оказалось моей второй семьей. Это Ушмаль. Древний церемониальный город, в котором я пережила вознесение. Блин, просто он снимает, а у меня застолью нет. И потом на видео будет говорить, что у меня нет талии. Я тебе закрыл, смотри. Просто на видео будут все говорить, что у меня нет талии. В большинстве своих прошлых жизней я была мужчиной. Мне эта роль очень нравилась. Я всегда занимала главенствующие позиции в любом обществе, где я находился. В каждом воплощении у меня были свои ученики. И вот в одном из воплощений, когда произошел очень переломный момент в моей жизни, я решила уйти путем самосожжения. Мои ученики очень долго меня упрашивали пойти еще в одно место, в другое, поделиться учением. И в конечном итоге мои ученики не могли никак смириться с этим. Они пытались меня уговорить остаться. Мол, тем не менее, на глазах учеников я совершил обряд самосожжения. А уйти мне придется и в этой жизни. Я парю слишком низко в бескрайних просторах и засовших в глубинах своего бытия. Высоко будет падать и опять подниматься. Не могу ошибиться, ведь давно нет меня. Я хочу в слишком рано, там, где нет, слишком поздно. Я хочу затеряться на окраине миров. Надышаться в глубинах страшно жуткого леса. Тишиной наглотаться, так, чтоб не было слов. Я с орлом породнилась, так, чтоб не было жутко, если я окажусь вдруг снова в клюве его. А гнездо — этот мир. Есть обитель. Я не могу, там люди пришли, там наши вещи. Блин. Дорогие, надеюсь, эта притча многое открыла для вас. Любви и света. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok